Привет, друзья, меня зовут Илья. А я Наташа. Сегодня у нас в гостях Ирина и Сергей. Аплодисменты! Мы продолжаем играть в хардкор на ОМГеймс и сегодня покажем вам Дикий Кросс от компании Звезда. Или Гонки Ёжиков 2. От компании Звезда. 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 Дорогие друзья, приобрести Дикий Кросс или Гонки Ёжиков для себя и своих друзей вы можете со скидкой 10% по промокоду ОМГ10 на сайте издательства Звезда по ссылке в описании. Сюжет у игры очень жесткий, друзья. Лисы ворвались в ежиный лес и мешают ёжикам проводить их собственные гонки и теперь погнались за зайцами. Да, в Диком Кроссе немного другая цель. Если в ёжиках достаточно было привести своих подопечных колючих на определенные призовые места, то здесь нужно по пути сцапать как можно больше зайцев, потому что именно они приносят лисам очки. Да еще на финальных местах чем выше призовое место, то есть чем раньше придет лиса, тем больше дополнительных зайцев она поймает. Поймает. И тем больше очков еще принесет в конце. Более того, теперь лисы на карточках показывают, сколько очков принесут кролики. То есть вот этот лис зеленый и вот этот лис серый принесут обычное количество очков за своих кроликов на своих планшетах, а синий принесет удвоенное количество очков за кроликов на своем планшете. То есть вам выгодно кролика который в двойном размере приводить самым первым к финишу. Кролика в двойном размере? Да, есть убитанные кролики, которые приносят по два очка. Это кролики с морковкой. Есть шустрые кролики, которые приносят по одному очку. Ты запомнила цель? Да. Все справилась? Справилась. Игра-то хардкорная, смотри. Подожди, а приносят они очки только те, которые... Добрались до призовых мест. Да, только те, кто добрался до призовых. Да, то есть если у тебя здесь указана серая лиса, но у тебя здесь нету кроликов, или наоборот она не дошла, а здесь есть кролики, то они ничего не принесут. Итак, у нас уже роздано по одной такой карточке каждому игроку. И мы знаем свои цели, поэтому можем начать партию. Все остальные хитрости вы узнаете в течение этой партии, друзья. В свой ход игрок бросает все кубики. Обязательно в Dice Stray. И оставляет хотя бы один, но все нужные ему кубики. Например, если игрок хочет ввести вперед красных лисов, он оставляет этот кубик. И загадочный белый кубик. Перебрасывает эти кубики. О, смотрите, снова красный. И допустим, ему нужно еще и синего привести. Поэтому он оставляет все эти кубики. Если хочет, он мог бы перебросить еще и синий кубик напоследок. Но этот результат он был бы уже обязан принять, потому что хотя бы один кубик оставлять нужно. Теперь игрок должен ввести лисиц по тропинкам. Если у лисицы несколько кубиков, она должна совершить несколько шагов. То есть пройти на несколько клеток. Причем ее движение сейчас перерывать нельзя. Здесь желтая лисица должна пройти одну клетку. А вот белым кубиком, в отличие от гонок ежиков, лисицы не двигаются назад, а переступают на соседнюю тропинку. Ну, а остальное мы расскажем по пути, когда вы будете попадать на грибочки, яблочки, на норки. Это будут сюрпризы для вас. И для наших зрителей тоже. Ну, нужно же какую-то интригу оставить в игре, правильно? Давайте, Ирина, начинайте. А почему, Ирина? Первый начинает тот, кто вспомнит первый мультик с лисицей. Мы договорились, что Сережа скажет мегаполис. Я просто ждал, когда он назовет. Я решил дать ей шанс, думаю, все, значит, сообрази. Не знаю, хорошо. За кадром Сережа назвал мегаполис. Звера полис. Звера полис. Мегаполис, звера полис. Ты видишь, я по-настолкам угораю. Давай. Посмотрим сейчас, кто у тебя там на карту. Надо хоть карту свою посмотреть. Да не говори. Ставим вот этого. Так ты вытащи, вытащи оттуда. Так. Один, что ли, все. Синий. Фавориты выходят. Ничего себе. Он летит на три вперед. Ну и переступает. Еще и вбок. При этом смотрите, друзья. Здесь есть глиняные дорожки, которые занимают сразу две клетки. Поэтому, когда Сережа переступил на соседнюю, он сразу чуть-чуть еще вперед. Ух ты ж. Синий вырвался вообще. Ну давай посмотрим. Очень хорошо. Не помню своих. Не помню, кто у тебя. Тоже своих. Смотрю. Это самое сложное в этой игре всегда было. О, а ты не хочешь красную ставить? О, да, в принципе, и подойдет. Так, смотрите, я наступаю на яблоко. Это значит, что когда лисица наступает на яблоко, любая другая лисица делает шаг вперед. Отлично, это будет желтый. И три раза красный. Ом, 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 ом. Она почти догнала голубую. Ну что, синий мы оставляем. Давайте желтый тоже оставим. Ох ты ж, мах ты. А предыдущего уже нельзя возвращать. Интересно может получиться ситуация. Давай, давай. И, ну, такое себе. Много белых. Итак, смотрите, желтая лисица наступает на эту клетку, проходит чуть вперед и перемещается на соседнюю тропинку. Но здесь клетка, глиняная, она уже занята. Поэтому желтая лисица должна прыгнуть как бы вперед, перед красной лисицей. И таким образом наступить на яблоко. Из этого яблока двигается зеленая лисица. И у меня остался еще синий лисиц. Он заходит сюда. И чтобы не угодить на ежа, ну, давайте уж расскажем, что ежи спасают кроликов в этой игре. Если бы у синего лисица уже был кролик на планшете, и синий лисиц подобрал бы ежика, то ежик и этот кролик бы сбросились. То есть ежик показывает дорогу от лисы. Да, потому что ежики мстят за то, что лисицы устроили гонки в их лесу. Поскольку у меня здесь синяя лисица стоит, и я еще должен подвинуть ее вбок, то, конечно, она ловит своего первого кролика. Синий лисиц. Синий не будет голодать. Ура. А че это вы? Да, не тоже 5. Синий лисиц, ну. Ну ладно. 7-5. Ирине бросать удобнее всех. 2 серых, красных и зеленых. 2 серых, красных и зеленых. Я думаю, зрители оценят. Естественно. 1-то точно. Так, зеленый. Еще зеленый. Кажется, у нее голубая лисица, правда ведь? Еще зеленый. Мне кажется, идеально голубая просто. Так, подвиньте, пожалуйста, мою лисицу на 1-2. Она в норке. И смотри, она на норке, поэтому она может сейчас бесплатно переместиться в любую другую норку на этой линии горизонтальной. Если хочешь. Да. Давай вот на эту. В серединку? В серединку. Давай. И наступая, получается. Кого-то вбок. Смотри, если ты сейчас с этой лисицей пойдешь вбок... А, я три раза сходила, все. Я же ей могу пойти вбок? Да. И я надеюсь, ты выберешь правильную дорожку. И я вот сюда хочу. Правильно. Таким образом, она перепрыгивает обеих лисиц на этой дорожке и оказывается впереди них. Какая-то пробка образовалась. Видали стратеги? А что, серый не нужен никому? А мне? Самое время проверить свои задания. Самое время, да. Мне кажется, что-то пошло не так. Лисья просто нормально. О! Интересная ситуация, кстати, вообще на самом деле. А если я сейчас останется желтый, то он перескакивает? Да, да, да. Клетки занятые перескакиваются. Угу. Вот так. Ну, хитрый какой. Он заберет самого жирного кролика на этой дорожке. Ну, что делать? Пусть дальше... О, это судьба. Судьба. Ну, хорошо. Иди вперед. Один, два, три. Ловишь жирного кролика. А что это ты не захотел переступить никуда? Да ты мог. Я знал, что мог. А кролика поесть еще можно уже. Да хренай! То есть смотри, это был твой первый шаг. Второй из трех. И третий. И третий сажал. Да. Обалдеть. Двух жирных кроликов за раз. Раскулачивать, мне кажется. Двух жирных кроликов за раз. Ладно. Могли не подсказывать. Могли не подсказывать. Но, Ира, ты же его любишь. Она уже в сомнениях, смотри. Вот они, настольные игры. Блин, красный два раза сходил. Ну, ладно. Голубой бежит вперед. Но еще не догнал. Красный бежит. И стоп. Он наступил на яблочко. Кто-то должен против. Давай серый. Неожиданно. Беги. Два. Все? Всем нужно дать шанс в этом мире. Помни. Еще кто там. Ага. Ох, елки-палки. Бери все. Голубой. Голубого я оставлю. Желтого тоже одного оставлю. А другие вот переброшу. Посмотрим. 21 век. Все остальные голубые. Я оставлю серый. Нежданчик. Оп. Про него тоже вспомнились. Нафиг мне этот красный. И так. Я в любом порядке веду лисиц. Поэтому давайте сначала продвинем тех, кто нам... Ура! Голубой тоже ест. Голубой ест. Мы не обижаем голубых. Желтый, конечно, проходит. Вот ради этого я взял. Серый проходит одну клетку вперед. Ну и красный вынужден пройти одну клетку вперед. И... Будет ли он двигаться на другую дорожку? Да нет, наверное. Я не вижу смысла его сдвигать. Ирина? Пашку? Пожалуйста. Давай. Серый, серый. Так, ну надо что-то взять или можно? Обязательно один кубик ты должна взять. Серый мне один. Ну как это нет? Серый, серый. Он пытался как мог. Серый, давай. Эй. А можно еще один уже, да? Да. Да. Сразу бог хочешь. Серый, я знала. Ты обязан взять серый. Серый пусть сходит. Ура, молодец, серый. Зеленый? Ну ладно. В бок. Ты могла с зеленым сходить в бок и поймать кролика. Да. А потом вперед. А потом где серый лежит? Я уж сходила и все. Все, хорошо. И еще в бок. И еще какой-то в бок может делать. Ой, что-то я делала не так, мне кажется. Бери зеленые. Серый, серый. Серый, давай. Ну, выпадай. Ты прям так болеешь, я. Дружочек, пирожочек. Я перепутала цвет. Серый. Беги. Пожалуйста. Кстати, серого и синего лиса видно лучше всех остальных. Спасибо. Ты сейчас очень меня подбодрил. Любой двигается вперед. Любой двигается вперед. Голубой. Ура. Синий. Так, это серый был. Да. Синий дважды тогда пойдет сразу. Синий по дважды, да. Сейчас делаем такой. Раз, два. И еще один. Кто-то вперед. Он же может шагать. Нет, нет, нет. Я должен другого. Другого, другого. Возьми зеленого. Красный, красный. Желтый. Да еле. Ебой. Потом можно лишь в бок. И любого назад. И любого назад. Ну, конечно. Ей. Ну, он ближе всех. Вот и жопа. Я все делал в ноги. Серый, серый. О, голубой. Оставь три голубых. Да, голубой нам подойдет. Раз, два, три. И он может не будет? А, ну да, там жирный кролик впереди. И серый. Он движется вперед. Неумолимо движется вперед. Елки-палки. Вы что творите вообще? Серый, серый. Все хорошо. Ну, синий, да, пусть ловит. В смысле? Эй, это что за саботаж серого? Зеленый. Три раза. Зеленый идет три раза. К сожалению, всего лишь. А вот сейчас ему бы вот перейти полезно, потому что иначе он попадет на ежика. Давай голубой, забирай еду. Голубой идет вперед, да. Забирай жирного кролика себе голубой. Нам подходит. Вижа, давай. Всем, кроме Ирины, видимо, подходит голубой, судя по всему. Да нет, почему? Веди зеленого в сторону. Зараза. Серый, серый. Я серый мне как бы тоже, по идее, наверное, нужен. Его тоже как бы в сторону было бы неплохо вести. Да, это ему безждание. Он будет ждать. Он будет ждать, да, да. Остановите меня в любой момент, что я буду кидать, да. Ты по одному просто отгружай, да. Один оставляешь. Ты можешь один оставить, ты не обязана оба желтых забирать. Стратегия. Давай, давай, давай. Я ничего не знаю. Ну, пусть желтый идет себе, идет. И он должен кого-то подвинуть назад. Назад. Да зачем? Мне не нравится голубой. А в чем логика? Не нравится, скажи еще раз на камеру, что мне не нравится голубой. Зеленую сторону сначала делай. Зеленую сторону. Торану? Да. И шаг вперед. Еее, молодец. Нормально проспользил. Красава, зеленый. Ежа обошел. Собери серым. Ежа. Ай, не стал. Он и так последний. Чем он тебе так насолил? Насолил. В этой жизни. Надо посолить, поперчить. О, синенький. Зелененький. Повезло. Все равно. Так, и так, синий идет вперед. Красненький довоняет. Зелененький идет вперед. Ты можешь его сдвинуть. Я знаю, что могу его сдвинуть. В любую сторону. И двину его сюда. Так. Так. И остался... У меня один мат. Желтый. Желтый. Сюда. Ой, серый. И так не вовремя. Ладно. Наверное, на серого уже нужно забить немножко, да? Почему? Сейчас синий его доведешь, и можно будет серого двигать. Серьезно, да? Ладно. Конечно. Теперь-то как вперед не сходить с серым, чтобы он ежайший себе забрал? Смотрите, друзья. Здесь кроликов нет. Но ежик будет ждать. И когда кролики появятся на сером лисе, тогда он их спасет. Вот так? И сбросит. Ага. А если я сейчас пересекаю, они бегут дальше все остальные? Мы заканчиваем, когда третий окажется. Значит, я могу сейчас подвинуться. В отличие от гонки ежей, кстати, опять же. За счет зеленого я могу подвинуться. Здравствуй, голубой! Он первый. Да. У него целая куча зайцев. У-у-у! И все почти жирные. Обалдеть. У кого там синий впереди, тот, наверное, выиграл. Ходи. Голубой доведен. Это самое главное. Я знаю, у кого. У всех, видимо. Получается, голубой, если сейчас выпадает, он в никуда как бы. Да. Смотрите, какая она милая. Прям тишина настала. Чувствуете напряжение? У-у-у. Напряжение. Серый! У-у-у! Так, ну что, давайте с него тогда начнем. Он должен пойти вперед. Так. И переместиться в бок. Окей. Например. Я дважды перемещаю в бок лисицу, поэтому стою сначала на гриб. И этот идет сюда. Эй! Но он скользит назад. Верный красный. И отходит. Еще раз в бок ходит зеленый лисиц и ходит вперед сюда. Есть! Ирина. Так. Так. Понимаем. Зелененький. Красавчик. Серый. 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 Сейчас ты в него не веришь. Он сейчас еще обгонится. Погоди. О-о-о! Верный, пожалуйста, сделай как надо. Зеленый идет на два. На один сначала. Сначала он идет на один. Потом еще на один. Потом еще на один. Е-е-е-е-е. Ну и в сторону. Серый тоже сходит сюда. Спасибо. Так. И в сторону он сходит вот сюда. Да. Е-е-е-е. Серега. Ты хотя бы зайц пойми. Давай, давай, давай. Серый, серый. Ты что вы так его не любите? Серый будет все равно стараться. Ну, у него даже шансы есть, если мы сейчас синего будем так теребонькой. Наташа прямо из последних сил. Посмотри, что творит. Бок. Давай, серый. Эх. Этот кубик сгорает. Раз, два. Ну, он, видимо, сюда идет. На всякий случай. Ну, и кого-то в сторону. Посвольствует. Давай, кого-то в сторону. Зеленого. Блин. Вы что делаете вообще? Желтого на ежа пытаемся насадить. Так. Я же правильно понимаю, что зеленый все равно подвинется вот сюда, да? Он уже может. Да, он уже может. Ну, все, ща, Ирина. Ну, он еще раз потом сможет. А, в принципе, пусть и желтый идет вперед. Я вообще все вот так и оставлю. Итак, зеленый дважды двигается вбок, чтобы вы понимали вообще. Ну, набрал зайцев. И потом идет вперед, кто-то идет назад. Ну, почему серый-то? И желтый идет сюда и меняет свою структуру. А почему это надо? Там норка. Он может из норки спрятаться и вынырнуть в другом месте. И его дохаживаете. Зеленый. А почему это? Жестко, просто. У нее там нет зеленого, у нее там красный. Ах, это не смешно. Тебе 2 хватит. Как раз 2 для зеленого. 2 хватит, да. Может, я и так нормальный. Серого будет. Да, серый. Вот так вот сделаем. Так. Серый. Ура! Сюда. Он еще жив. Прямостится сюда, наверное, желтый, вперед. Зелененький на второе место. Так, давай, откладываем ему зайцев. Ну, нормально собрал, нормально. Все, по-моему. Желтого ты делала, да? Все. Ну, давай уж финишируй с желтым. Что теперь делать? Ну, естественно. Так. Даже красный перебрасывает, ты смотри. Да ко мне, куда его везти-то? Тут сколько бежать-то? Далеко. Далеко, вот далеко. На луку пасутся ко. Ну, блин. Лисы. Калисы. Зеленый явно не реализовал свой потенциал. Так, и ты шагаешь вот сюда. Бегаешь вперед. Красненький вперед. Красненький вперед. Ну, так же. Серый. Да все. В смысле нет? Еще серый у него может выжить. О, еще и красный. О! Сейчас. Неожиданно. Красный, беги. Раз, два, три. Иди отсюда. Желсткая борьба пошла вообще. Серый бежит тоже. Грязные приемчики. Грязные приемчики, да. Поняли шутку? Глина, она какая грязная. Е-е-е. Серый, серый. Это какая-то... Чтобы пока не серые выпадали. А, ну пусть кубики сгорают, что. Серый, серый. Да елки-палки. Господи. Нужно подождать еще круг. Это просто вообще... Ммм, ну ладно, перебрасываем. Серый, серый. Как это ты делаешь? Я вообще... Серый, серый, серый. Красный. Блин, тупо, тупо. И так, красный идет сюда. Так, желтый вперед. Ну, он, получается, сюда просто встает? Ну, он уже там... Почему? Ну, сюда идет. А, все равно сюда идет. Ну, да. Ну, давай уже заканчиваем. И зеленый сгорает? А, красный идет вперед, но еще она один, я забыл. Ира, кончай это. Комедию. Серый, серый. Ей желтый не нужен, понимаешь? Ей нужен красный. Красный, Ира, давай. Я еще сфигею, если красный придет третьим. Там будет хотя бы один заяц, не важно. Все не ноль. Ну, да. Вставляй желтого. Бок. Какая гонка? Не нужен желтый ваш, братский. Серый, серый. Я знал. Желтый, желтый. Еее. Капец. Еее. Сверт по вере. Назад можно, Ирина. Да. Поехали. Тут что-то вообще... Почему? Все подождите. В финале такая вообще не началась. Дайти не могут. Вообще. Давай до третьего места желтый ты чего? Так, серый идет вперед. Так, отлично. Красный идет вперед. Так. Нам было серого в бок сдвинуть. Ну, переиграй, чего? Иди серым в бок, и тогда желтым назад. Почему он в желтым назад? Любым назад. Нет, а вперед нельзя. Нет, а вперед нельзя. Адвазад. Если ты стоишь на гриб, кто-то идет назад. Другой. Ну, тогда все. Ну, тогда все. У тебя еще один в бок не сходил. Еще один в бок. Еще один в бок. Вот ты можешь теперь его сделать вот сюда в бок. И еще кто-то в бок. И красным сходить. Красным, конечно, сходить. Вперед. Вперед. Яблочко вперед. А серым вперед-то не сходили? Ты не говорил про это. Еще вперед. Как не говорил? А я не говорил. И он встанет на грибочек. И желтого назад. Да, я понимаю. Так и куда, зачем желтого назад? Серого назад. А зачем ему серого назад? А смотри, этот на три отодвинет серого назад, а красного вперед. А почему красного-то? Ему не нужен красный. Тебе не нужен красный? Почему? Что вы все к ним прицепляетесь? Галдин, тут галдин такие. Вообще, мы фанаты. Красный. Серый, серый. Пускай кубик решает. Сейчас себе что будет вообще, мне кажется. Опять красный. Просто ничего интересного. Желтый вообще так-то стоит и ждет. Красный, давай. Ты красный, ты красный. Он же может охренеть, он может отбегать желтого. Что за дичь вообще? Желтый, желтый. Держись. Держись. Я ненавижу это, почему? Ты еще слабак. Раз, два, три. Он еще назад должен был одного отодвинуть. Одного можно было отодвинуть. Отойди сюда. Да вы что издеваетесь? Да ну нафиг, да как так? Красный, красный. У меня желтый был. Не старался. Какая задница. Ну давайте, кому будем считать очки? Давайте начнем с зеленого. Ну давай с синего. У вас они удвоенные. Вы выиграли короче. Один, два, три, пять, семь, девять. Офигеть. По 18 очков. По 18 очков. Ирине, ой Ирине говорю, Наташе и Сергею, а мне получается только 9 очков за синего. Блин, какая жопа. Давайте, что, ну за зеленого посчитаем, если вы не против. Теперь у нас два зеленых есть. Но у нас здесь поменьше будет очков. 4, 5, всего 6 на 2. 12. У меня уже всего 18 сейчас. И у нас не 18. Не надо 18. И дальше. Так, ну давайте у нас, ну красный получается только считается. 19 очков. Один. А я получается лох. 19 очков. И ты Ира тоже. Вот он. Блин, капец, подвели. Какого черта? Ира, это был серый. Понимаешь? Почему? Почему мы ему не вели? Это серый. Почему мы не вели его вперед? Скажи, пожалуйста. Вы что? Это же просто. Я мешала желтому. Я почему-то подумала сначала, что у меня желтый, а потом поняла, что это серый. И было уже поздно. А кто выиграл-то? Я, Вилла. У нас только 19. 19. Да, да, там, ну что, это... А, да, есть. Хардкорная игра. Надо тайбрекер считать. А у нас, понимаешь, что это одинаково? Да, оно практически одинаково. Ну нет, твоя лисица ближе, кстати. У нас, да. Желтая ближе, да, кстати. Чем серая. А тут нет тайбрекера. Сыграете еще раз? Нет, просто победителем тот, у кого больше очков. Вот и все. Победная качка. Вот и все. Ну и ладно. Оба победили. Оба победили. У вас почти одинаковые карты. Да. Жестко. Жестко было. Отлично. Вот видите, главное не сдаваться. Красный победил. Блин, эта партия научила, я думаю, нас и наших зрителей многому. Конечно. Что нужно бороться до конца. А мы могли бы пять очков получить, даже. Да могли. А я почему-то думала, что это красный. Чего я так думала? Не знаю, тут же вот на картинке все нарисовано. Посмотри. Вот это желтый, Ира. Вот это был серый. Посмотри, один в один. Дорогие друзья, большое вам спасибо за просмотр. Напомню, эту классную гонку для всей семьи, блин, реально, тут же... Семи лет. Ну тут, правда, до четырех игроков, но мне кажется, можно сыграть и большим составом. Мне тоже кажется, что... Потому что здесь карточек целей так много. Много. Единственное, что, может быть, авторы рассчитали, что вот именно вчетвером будет более комфортно всех лиц вести. Но если вдруг у вас три ребенка и вы два родителя, то, я думаю, ничего страшного. Можно будет себе взять... Напомню, что со скидкой 10% ОМГ 10. А можно взять два. На сайте Звезда. Да, можете устроить кроссовер двух игр, короче. Звезда, мы ждем кроссовера. Кстати говоря, вы можете уже создавать свою мультивселенную, как Марвел. Из гонок ежиков и дикого кросса. Ежи против лис. Да, но единственное, я бы назвал гонки лис. Сиц. Ну, не знаю, мне почему-то хотелось, да, чтобы здесь были... Прикинь, гонки ежиков, гонки лисиц. Потом окажется, что зайцы, которые сбежали от лисиц, тоже, да, могут устроить свои гонки. Большое всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами и с Сережей и с Ирой в будущих видео. Давайте круговую пятюнищу. Только не больно. Бум! Бум!